Более тысячи новых рабочих мест и новые для ЯО направления производства. Реализацию амбициозного проекта по развитию на территории еврейской автономии обсудили губернатор области Ростислав Гольштейн и член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. В начале встречи глава ЯО поблагодарил собеседника за оперативную помощь региону в условиях пандемии, когда в короткие сроки в Биробиджане было развернуто производство масок. Предприятие по производству медицинских масок на территории еврейской автономной области это помогло нам пройти более мягко период пандемии. Александр Петров в свою очередь отметил, что представляемый им проект находится в русле федеральной повестки. Ранее президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что Дальний Восток должен стать символом новаторства. Биомедицинский кластер в ЯО не только благотворно отразится на экономике региона, но и на социальной сфере. Мы еще с вами летом определились, что самый большой приоритет это здравоохранение и рабочие места, которые необходимы еврейской автономной области. Исходя из моего опыта работы более чем 20 лет, я выполняя поручения президента создавал на Урале биомедицинский кластер. Сейчас это уже огромная развитая структура. Опыт развертывания кластера на Урале пригодится в работе на территории ЯО. При этом разные стартовые возможности регионов уравновешиваются заинтересованностью региональной власти в создании новых производств и привлечении инвесторов. Свою поддержку окажет и Российская Академия Наук. У нас самое благоприятное отношение президента Российской Федерации к развитию Дальнего Востока. Начнем с этого. Я здесь оказался по собственной воле, но по предложению, скажем так, от которого нельзя отказываться. Нам очень важно, чтобы мы здесь использовали возможности Китайской Народной Республики, наших соседей и возможности той российской промышленности с одной стороны, с другой стороны потребности российского здравоохранения. По словам Александра Петрова, необходимая предварительная работа по оценке возможности реализации проекта уже ведется, а все мероприятия проводятся в плановом режиме. Для осуществления контроля будет сформирован наблюдательный совет, куда войдут представители научного сообщества, правительство области, представители инвесторов. Последние уже проявили свой интерес к проекту. Вячеслав Пасманник, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21.